Девушки отдыхают 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 аксессуар готов. А подруге можно сделать корону с листьями клубнички. Оставь обычные очки для скучных будней. Сегодня все должно быть ярче, чем обычно. Изготовим очки в виде желтых ананасиков. Нам понадобятся листы желтого и зеленого фоамирана. По бумажному шаблону вырезаем из фоамирана очки в форме ананаса. Увинчиваем ананасики зелеными листочками. Желтую часть очков расчерчиваем черным маркером. К оправе солнцезащитных очков приклеиваем два кусочка двустороннего скотча. Крепим ананасики к очкам. Готово. Ну и про подругу не забудем. Ей для завершения образа как раз нужны очки клубнички. Но какая же вечеринка обходится без забавных селфи и фотографий? Сделаем необычную фотозону с конфетами из воздушных шаров. Нам понадобится круг из картона и два продолговатых шарика. Крепим на круг полоски широкого двустороннего скотча. Надуваем шарики. Скручиваем шары на картоне в разноцветную спираль. Заворачиваем конфетку в прозрачную обертку. Крепим к ней палочку и перевязываем яркой ленточкой. Тонкими полосами двустороннего скотча приклеиваем десерт к стене. Делаем несколько таких конфеток. Декорируем стену карамельками и драже в прозрачных пакетиках. Фото-зона для сладкоежек готова. Сладкие фото поднимут настроение и станут украшением твоих инста-сторис. Но у нас есть еще одна идея декора вместо для твоих суперфоток. На куске розового картона отмечаем и вырезаем детали фламинго. Гибкую шею и стройные птичьи лапки. Надуваем розовый шар. С помощью двустороннего скотча крепим к шарику картонные части фламинго. Украшаем шарик розовыми перышками. Размещаем на фотозоне. Красота! Пора будем и перекусить. Сделаем красивую и легкую закуску в виде парусников из обычных яиц. Сваренные вкрутую яйца разрезаем пополам. Перекладываем желтки в отдельную посуду. Добавляем соус и тщательно перемешиваем. Заполняем белки пикантной начинкой. В качестве паруса используем картофельные чипсы. Украшаем половинки яиц чипсами. Стайка отважных корабликов уже мчится на твою вечеринку. В качестве десерта угостим друзей необычными сладкими канапе. Нам понадобятся желейные конфеты на твой вкус и невесомые облачки маршмеллоу. По диаметру стакана подбираем полусферу из пенопласта. Закрепляем. Поочередно нанизываем конфетки на острые древянные шпажки. Вставляем сладкие шашлычки в пенопласт. Проделываем зигзагообразные надрезы. Это будут зубы арбузной мордочки. Избавляемся от кожуры и вырезаем два зуба на нижней челюсти. Выковыриваем из арбуза алую мякоть. Приклеиваем удивленные бумажные глазки. Устанавливаем арбузик на разделочную доску. Несколько кусочков алой мякоти закладываем обратно. Добавляем кусочки дыни или любых других фруктов. Такой необычный глазастый арбузик вызовет неподдельный восторг у твоих гостей. Летняя жара просто сводит с ума. Даже подруга с сапохалом не спасает ситуацию. Но выход есть. Сумодельный уличный кондиционер. Нам понадобится несколько воздушных шариков. Наполняем шары водой и отправляем в холодильник до полной заморозки. Выкладываем ледяные шарики на блюдо. Помещаем блюдо между вентилятором и страдающей от жары подругой. Направляемый вентилятором воздух проходит через замерзшие шарики и становится немного прохладнее. Да, спасибо, так намного лучше. Сумодельным кондиционером стало чуть-чуть прохладнее. Самое время немного подвигаться. Для веселой игры с друзьями нам понадобится пара водных пистолетов, веревка и бумажные стаканы. В донышках стаканов проделываем отверстия. Нанизываем стаканы на веревки. Отверстие должно быть больше диаметра веревки, чтобы стаканы свободно по ней передвигались. Заряжаем пистолеты водой. Развлечение началось. Задача игры – замочить противника и как можно быстрее передвинуть стакан по веревке. Как открыть бутылку Кока-Колы, если под рукой нет открывашки? На помощь придет обычная купюра. Складываем купюру пополам, сворачиваем в очень плотную трубочку. Сгибаем ее вдвое. Зажимаем банкноту между указательным и большим пальцами. Поддеваем купюрой волнистый край крышечки. Кола откупоривается за считанные секунды. Не думай, что открывашка одноразовая, ей можно открыть бутылки на всю большую компанию. Если захочешь прийти с подарком, соблюдай тематику летней вечеринки. Превратим обычную подарочную коробку в солнечный арбузик. Складываем подарок в коробочку. Оборачиваем коробку листом цветной бумаги. Подгибаем бумажные края внутрь вот таким образом. Украшаем салатовым резным листочком. Крепим бумажный хвостик. Готово! По такому же принципу делаем коробочку киви и ананас. Смотрится просто супер! А в завершение веселой вечеринки сделаем яркую мексиканскую пиньяту в арбузном стиле. На большом листе картона чертим треугольную арбузную дольку. При помощи линейки и скальпеля вырезаем треугольник. Делаем две такие детали. Изготовим две картонные полосы для боковинок пиньяты. Приклеиваем к картону кусочки двустороннего скотча. Крепим боковушки к треугольнику. Пробиваем шилом отверстие для шнурка. Наполняем пиньяту воздушными шарами и сладостями. Делаем дно из полосок малярного скотча. Декорируем игрушку бахромой и скреп бумаги. Начиная с широкой части клеим зеленые полосы, потом переходим на красные. Для удобства используем горячий пистолет. Украшаем черными косточками из фоамирана. Подвешиваем пиньяту во дворе, какой сочной и яркой стал вечеринка. Завязываем подруге глаза и вручаем ей палку для торжественного разбивания пиньяты. Субтитры делал DimaTorzok